здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о сроках уборки свеклы и моркови многие наши зрители меня спрашивают какие оптимальные сроки для уборки этих корнеплодных овощей поздние сорта свеклы и моркови будут храниться тем лучше чем позже они были выкопаны собраны это связано с тем что у них формируется хорошая плотная кожура какие-то повреждения нанесенные возможно насекомыми или какими-то болезнями на части корнеплодов могут даже поджить за этот период и при выкапывании вы будете точно знать какие из корнеплодов закладывать на хранение а какие поскорее употребить по анализу их внешнего вида еще одна положительная сторона поздней уборки это то что например свекла ежедневно при сохранении хорошей здоровой ботвы продолжает накапливать сахара своем корнеплоде и никакие натриевые подкормки содой или солью или еще чем-то не повысят сахаристость до такой степени как это можно сделать путем оттягивания сроков уборки на более поздний период если ботва здоровая и погода благоприятствует то есть стоят теплые хорошие дни а ночные температуры не опускаются ниже пяти градусов в этом случае можно выдерживать свеклу долгий долгий продолжительный период хоть до начала октября хоть до середины октября хоть до начала ноября но и в этом есть некоторые темные стороны первая проблема с которой может столкнуться огородник это то что корнеплоды и свекла и морковь могут повреждаться грызунами мышами и другими грызущими вредителями в этом случае корнеплодом будет нанесен непоправимый урон и хотя ранка со временем может опробковеть и зажить все равно качество этого корнеплода уже низкая как-то неприятно его потреблять в пищу после того как его мышь погрызла да и лёжкость уже будет под вопросом вторая проблема это попадание этих корнеплодов под заморозки если вы их будете выдерживать слишком долгое время и они попадут под заморозки корнеплоды могут повредиться хотя в отношении корнеплодов которые накопили достаточное количество сахара заморозки до минус 4 5 градусов не страшны сахара буду защищать корнеплоды их от повреждения от подмерзания еще одна проблема поздней уборки корнеплодов связано с тем что если периоду уборки корнеплодов предшествовала засуха то после начала дождей особенно продолжительных дождей корнеплод может на них среагировать таким образом что вот здесь вот по поверхности корнеплода особенно в нижней его части могут начать отрастать белые корни засуха даст сигнал к тому что уже зима прошла уже период покоя завершился а осенние дожди могут указать растению на то что пора переходить к следующему циклу вегетации в этой связи если после периода засухи перед уборкой начались дожди вам надо постараться убрать корнеплоды как можно скорее это будет способствовать и меньшему такому набряканию влага этих корнеплодов меньшему а в день меньшему оводнению поверхности корнеплодов пока дожди пропитают сухую почву с одной стороны ну а с другой стороны снизятся риски вот такого вот можно сказать оволоснение этих корнеплодов иногда такое можно наблюдать когда морковку выдираешь или свеклу она как шерстью поросла как мехом белыми корнями это уже плохо такой корнеплод хранится не будет в этой связи указать точную дату уборки корнеплодов достаточно сложно вы сами должны отслеживать оптимальную дату уборки с учетом погоды и вашего местонахождения если стоят умеренные сухие достаточно теплые дни то откладывайте период уборки корнеплодов на как можно более поздний период если же начались дожди и холодные ночи то лучше убрать корнеплоды убрать ботву дать возможность корнеплодам опробковеть вот здесь вот сверху уже в сарае в складе дома ну или там на веранде где-то где вы обычно храните свои корнеплоды до закладки их в погреб на длительное хранение надеюсь что с вашими корнеплодами на вашем участке проблем не возникнет все будет хорошо храниться и они будут сладкими и полезными желаю вам успеха всего хорошего вот такая вот еще красивая свекла у меня на участке растет вот здесь вот можно увидеть небольшие участки циркоспороза но это ничего страшного ботва еще это при сохранении теплой температуры будет долго долго меня радовать и накапливать сахара внутри корнеплода свеклы